Растущий доллар, падающий баррель бережет. Поверив в оптимистические заверения Кремля, депутаты Законодательного собрания Оренбургской области сегодня во втором окончательном чтении приняли бюджет на следующий год. Насколько стабилен основной финансовый документ региона и чему отданы приоритеты, узнал Александр Криволапов. В повестке очередного заседания около полусотни вопросов, но основной бюджетом сразу вызвал массу споров. Предлагали экономить на чиновниках, поскрести по сусекам резервного фонда, но больше всего оппозиция обделила профессиональный спорт. На финансирование субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства добавить 100 миллионов рублей за счет уменьшения финансирования спорта высших достижений. Команды профессионалов должны зарабатывать сами деньги. 100 миллионов снимите спорта высших достижений. 571 миллион. Направьте эти суммы 100 миллионов на массовый спорт. Предложение оппозиции все же не нашли поддержки большинства. Из почти 60 поправок принято всего 2. 140 миллионов рублей будет выделено на выплату и льготное лекарство на обеспечение детей войны. Десятки миллионов найдены на поддержку усыновителей. Инденсировать на уровне инфляции размер денежных выплат опекунам, попечителям, приемных родителей, патернатным воспитателям на содержание ребенка. Так, с учетом уровня инфляции на 2015 год, ежемесячный размер оплаты составит 5305 рублей. Коммунисты призвали учесть падение национальной валюты и нефти. Но депутаты-финансисты, как зомбированные Кремлем, твердят одну и ту же фразу президента. Падающие цены на нефть покроет растущий доллар и дебет с кредитом сойдутся. А то, что инфляцию уже лишил у людей почти половины товаров и услуг, политики в расчет не берут. Правительство Российское не корректирует бюджет. Доходы Оренбургской области просчитаны. 3500-3700 за баррель нефти дохода в рублях будет. Для нас важнейшая составляющая. Нам не важны доллары, евро и все остальное. Нам важны доходы в рублях. И эти доходы будут в Оренбургской области. Все социальные программы будут выполнены. Конечно, будут выполнены. Но за счет роста денежной массы. Но станет ли легче от этого пенсионерам, работникам бюджетной сферы, у которых покупательная способность их доходов почти наполовину стала меньше. 29 к 15 с таким перевесом голосов под бурный аплодисмент и бюджет был принят во втором окончательном чтении. Но депутаты обещали вносить в него коррективы чуть ли не ежемесячно. Александр Криволапов, Сергей Завалишин, Оренбург.